Во имя Царя и Сына и Святого Духа. Аминь. Иди, селися вны, и очистены от всяких скверных, и спаси благо же души наши. Господи Боже, мы просим Твоего благословения Духом Товим Святым. Руководи нами и открой таинственный смысл Священного Писания. И вожди нас, Дух ревности, чтобы исполнить все слышанное. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Показать можно. Это сложно держать, может быть. Надо взять эту маску. Для связи временных событий повторим предыдущие стихи, которые закончили прошлое воскресенье. А вы на чем повторяете? Начинай прямо дальше. Чтобы связь была, Игнатьевич. Чтобы вспомнили, о чем была речь-то. Ну, присям скажу. Кто сеет скопа, тот скопа и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И следующий стих. Какой? Седьмой. Ну, а стих какой? Второе послание апостола Павла Коринфянам. Девятая глава, седьмой стих. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Толкование. Останавливается на речи о подаянии с радушием, зная, что пример македонян достаточный, чтобы побудить их к большему подаянию и пристыдить их, если окажутся ниже тех. Так, врачует же ум их, чтобы совершаемое ими дело было добродетелью, ибо вынужденное не есть добродетель. Поэтому, как истинный учитель хочет, подчеркнуто и выделено жирным шрифтом, истинный учитель хочет, чтобы ученики его, делая что-нибудь, делали то так, как требует добродетель, и потом добровольно, чтобы награда им была полная. Ибо сделанное по принуждению теряет свою награду. Поэтому, говорит, каждый, подавая по расположению, а не с огорчением и не с принуждением, приводит и свидетельствовать Соломона. Хотя в изречении Премудрого говорится о щедрости, но он относит фоное и к подаянию с радушием, или, если хочешь, к той и другому вместе. У меня вопрос по прочитанному толкованию. Написано, что если делает по принуждению, по даянию, то теряет свою награду. Что полностью теряет награду, тогда, а зачем тогда и делать, принуждает тебя, ты не делай, потому что награду тебе не будет никакой, все равно. Вот толкование такое, что если ты сделал что-нибудь по принуждению, то ты потерял награду. Так оно или не так? Так. А? Подтвердите. Так? Да. Потерял награду? Ну кто согласен с Любовью Николаевной? Ну можно как дабы? На вопрос, на вопрос отвечу. А что такое принуждение? Как оно выглядит-то? Словесное. Вот я говорю, не, давайте... Понуждаю тебя. Давайте кому-то сделай так. Конкретно. Ну поезжай тут в лагерь. Ты не хочешь ехать. Я говорю, ну ты поезжай, ну сделай это. Потому что можно, но... Ну и поехал человек. Это уже принуждение? Ну а как? Не правда. Ничего подобного. А как тогда? Это убеждение, а не принуждение. А вот если ты не поедешь, тогда мы тебе... Что? Вы про лагерь начали, что ли? Я вообще говорю. Давайте другой пример. Что такое принуждение? Ты заболеешь и умрешь. Не надо про лагерь ничего говорить. Это не надо придумывать. Я слова не говорила. Вообще речь идет о том, что такое принуждение. Ну вы скажите. По одному. По одному руку поднимаете? Давайте какие принуждения. Да. Если по принуждению, что... Какое должно быть оно? Что это такое? Садима, лечка. Да. Это по принуждению, когда в тюрьме выносят приговор и принуждают действие. Правильно. Каким-то определенным, которым человек не хочет сам, но его принуждают. И поэтому он делает, потому что ему вынесли приговор. Решение суда. Речь-то идет о добродетели. Я что могу сказать? Как можно добродетели сделать по принуждению? Вот Игнатий Тихонович встал сейчас, я вам говорю, давайте продолжаем, и начал убеждать. Он не принуждает. Что сейчас? Он встал и принудил кого-то. Вот она подняла руку, все. Он ее принудил. Тогда все, можешь даже и не ездить, это тебе никакой не награды. Подожди, он убедил. Он не принудил. Он убедил просто. Он рассказал о Христе, рассказал о том, что будет человеку это не принуждение. А тут разговор идет о принуждении. Ну кто сделал по принуждению? Ну можно я вам пример приведу, библейский? Принуждение. Библейский пример. Можно принуждение? Конечно говори. Вот такой был царь Ахав. И его пророк Илья принудил, принудил буквально исполнять законы Божии. Ну некоторые во всяком случае. Он его принуждал через просьбу к Господу. И все равно это не помогло ему. И он погиб, и Завель. Но, однако, все-таки то, что он в какой-то определенный момент не убил пророка, не убил его, пророка Илью, Господь его долго оставлял в живых, этого Ахава. И вот поэтому, это чистое принуждение было человека. Вспомните, как он ходил. Три с половиной года не было ни воды, никакого дождя, ни зелени, ничего. И осталось две лошади на все государство. Пойдем, говорит, поедем, поищем около потоков где-нибудь травку, чтобы лошадь поела. Вот все было. Ну то есть принудил однозначно. Вот это принуждение уже. Ну что, нужно принудить, лишить питья хлеба насущного, чтобы кто-то поехал в лагерь, что ли? Это будет тогда принуждение или как? Или поубеждение? Игда, Тихонович, слова принуждение и побуждение. Он правильно заделал эту тему-то. А дело-то в том, что надо видеть, где добровольный человек, и делать и недобровольный. Убеждение, это все убеждение. Я ее убедил. Я не принуждал. А принуждение, если ты не пойдешь, не пойдешь в лагерь, тебе то и то будет. Она выбирает поехать. Ну подумаешь, там полтора-два месяца, я опять свободный. А так, какие санкции на меня наложат? Это принуждение уже. Никто не убеждает. Вы выведете войска с Украины, иначе и дальше начинает нехти продать, то другое это принуждение, акция. И апостол Павел здесь говорит о сборе средств. А как это собирать? Ну как? У нас это как-то не стоит, но у нас тоже близко к этому принуждению. Все обязаны платить десятину. Вопросов вообще нет. У нас не торговля. Десятина святая, она уничтожает всякую торговлю. Но, вот у русской православной церкви за границей, у них так, подходит, священник спрашивает, у тебя клеток есть, что ты оплатил? У них называется это не налог, а членские взносы. Пожертвования. Членские взносы, и никто его там не убеждает. Он обязан. А нет, значит, нет, не причастия тебе ничего, нет. Нет, это не за причастие. Вот такое, они решили, где, в каком месте узкое место сделать, чтобы можно было понять. А на что содержать-то? Убедить, они не могут платить десятину. Мы не принуждаем. Мы убеждаем. Но, когда доходит до того, что не платят, мы начинаем принуждать. Вот у нас была одна Александра, она знакомая Ельникова была близко. Кто-то может быть знает. Бабушка высокого роста такая приходила здесь. И вдруг узнаем, что она не платит десятину. Я не поверил даже. Почему? Мы нигде учета не делаем. Ни квитанции. За дом платить, это мы буквально принуждаем. Я говорю, ты хватай, не выпускай, никого пока не заплатят. Почему? На тепло, на уголе. Я этих денег не вижу, чтобы все знали. Ну, кто у меня собирает деньги-то? Так, нет? Я их вообще не знаю, сколько собрали, чего, это как. Но, это мы убеждаем. А если он не будет, мы его принуждать будем. А он, если не будет, определенная санкция будет. Обязательно. Видите, как убеждение, когда оно на первой стадии не подействовало, никак принуждение. Я с ней побеседовал. А почему не платите десятину только? Ну, а почему я должна платить? А почему же не дожатой платить? Это прямое повеление Божие. И кроме того-то содержание священства, батюшка на храм, крыша, так все его. Мы особо изборов-то на это не делали. Ну, нет. Ну, мы тогда налагаем санкции. Или платишь десятину, или она. Я не знаю, 70, что ли, лет слишком. Я вижу, она уже в брюках, накрашенная бабка, идем по улице. Я даже удивился. 70 с лишним лет, еще она понравится юноше какому-то. Но с десятиной крылось другое. Тебе это не надо. Свобода, храмы все открыты. У нас этой свободы нет. Почему? Мы ставим под обязательность. Обязательно. Вот он не ходит на исповедь, юноша. Я с ним разговариваю. Ну, его нет. Он в этом и соседит. Почему не ходишь на исповедь? Мы не говорим о причастии. На исповедь не идет. Не идет на исповедь, это грех. И, как правило, грех против седьмой заповеди. Это как правило. Я знаю. Не то, что он своровал и боится батюшке сказать. Тут лукавить не надо. Но у нас неофициально принято такое. Больше года человек не бывает на исповеди, а та, значит, и не причащается. Обязан пойти к батюшке и доложить. Собрание будет знать. Будешь соглашенными. Теперь мы уже принуждаем стоять соглашенными. Мы его убеждаем. Брат, ну нельзя пить. Нельзя. Она, жена, приходит и говорит, опять в стельку пьяного принесли. Мы теперь уже принуждаем. И пить имя это принуждение. И пить имя это не убеждение. Это уже закон, статья, она давит. Вон туда в угол. И он все время стоит в коридоре. Это уже принуждение. Убеждение на стадии, пока я не принимаю никакой санкции. И Павел говорит, я собираю деньги. Ну, вы сделайте так, чтобы копилка какая-то там. Организуйте свое какое-то общество. И деньги туда. И каждое воскресенье скидывайте. Ну, кто-то будет. Посадите какую-то Людмилу Степановну. Она будет смотреть за этим. И тогда мне сообщите. Если будет денег много, ну, я тогда пойду и сам в Иерусалим поднесу. На вдов собирайте. Для голодающих в Иерусалиме. Но это не с принуждением. Вы сейчас даете, а я приду, а денег нет. И тогда в приседе расскажут. Немедленно кладите по одной зарплате все. Да я не могу, дети. Иначе того и то. Вот уже начинается принуждение. Павел вышел. Не с принуждением отдавали эти деньги. А каждый день отстегивали. Каждую неделю. И все нормально будет. Он поднял правильно этот вопрос. Принуждение это санкция. А это убеждение. Я с ней поговорил. Она сидит и говорит. Я водила с ребятишками не буду тут стоять. Я здесь, чтобы на соблазне не стоять. Видишь, сознание какое. Я ее не выставлял. А если бы она там была, я бы сказал, что ты спишь-то здесь. Зачем пришла-то? Она заранее предвосхитила все. И теперь уже ничего не говоришь. Все, вопрос кончен. Да, понятно. Это вообще правильно. Но речь-то шла о том, насколько награда сохраняется. И если на первой ступени убеждения ты согласился и стал делать, выполнять, добродетель принес, совершил, то награда остается за тобой. Если по принуждению, как нам сейчас толкование и было, если ты по принуждению сделал все-таки, тогда награды тебе вообще нет. Ну, вот у нас берут всегда, ну, работали на производстве-то и всегда снимают какую-то часть подохода, налог-то. Это принуждение. Я не хочу платить, никто тебя не спрашивает. Бездетное. Высчитывают и все. Для многодетных отдать. Если нет, значит, это награда за это тебе не будет. Но если ты бы эти деньги-то отдавал нуждающимся, тогда тебе награда. Притом доброходно даю еще любить Бог. Я избрал эту участь. Я добровольно это делаю. И вот к этому надо стремиться. А то никого нет. Я сегодня на эту тему хотел поговорить. Вот у нас в лагере были работники, а она еще нету. Кто-то уехал, кто-то не может. Семейные обстоятельства. Ну, на первом ли месте у тебя это все? Ну, Нина, это одна из гневностных такая была. Заехали к ней домой. Мы оттуда ехали. Нас завез Третьяков Игорь. Посмотрели. Действительно, ремонт большой. Но на это время, она говорит, я буду в лагере. Ну, и все. А если нет, я начну убеждать ее. Приезжают гвозди. Ну, кормить-то надо. Тебе больше ничего не надо. Продукты есть. Людей надо принять-то. Ну, а я не поеду, ты не поедешь. Деревенских будем убеждать. Серафима придет, я 89 лет там. Ну, тебе не стыдно будет? Я буду на кухне картошку чистить топором. Ну, ладно тебе это будет. Ну, маленько-то. Я с тобой рассуждаю как со здравомыслящим, а ты отвечаешь мне как нахал. У тебя чего-то где-то домашнее. Какие домашние? Это у всех домашние. Весь мир на домашнем сидит и ничего нет. Кто любит что-то, больше у меня не достоин меня. Кто отца и мать. Отца, мать. Это не просто там внук или брат-сабад. Отца, мать. Не достоин меня. Кто не возненавидит их. А у них какие-то тебе требования. Почему они тебе препятствия ставят? Да что ты не отреклась полностью от самой себя. Тебе это абсолютно безразлично должно быть. Заповедь выполнить. Заповедь. Понимаешь или нет? Заповедь. Написано, говорит. Если брат называется братом, а пьет, то с таким не ест вместе. Ну, кто выполнял эту заповедь? Руку поднимите. Видите, где ни коснись, право. Я приезжаю домой. Я у матери был. Более всех страданий придет с матери. Меня брали. Она там приезжала в армию, в Хабаровск, в Латвию. Из Золотайского края. Неграмотная женщина. Представь, сколько ей страданий. Но она боялась за меня. Я приезжаю домой. А мать кашляет. Я говорю, а что ты кашляешь? Я говорю, а что ты кашляешь так? Да тут гуляли вместе. Я холодные брашки выпила. Она не пьяница, ничего. Она на морозе. И Господь ее наказал. Она долго кашляла. Долго. Но дело в том, что я-то сын приехал за одним столом. Я ее приравнял к пьяницам. За стол, садится, я не сажусь. Почему? Не есть вместе. Я беру хлеб, в магазин пошел купил, сижу за столом. Холодной воды беру, из печки не беру. Для матери это было такое страдание. У нас каждую осень урожай и вся деревня гуляет. Она больше никогда, нигде капли не взяла. Я понял, как эта заповедь работает. С родной матерью. Я больше никогда не слышу, что мать взяла что-то в рот. У меня сестра отошла. Отошла, но молюсь за нее. Она моложе меня день в день. Тоже 10 июня, но я 39, она 59. День в день. 20 лет. И она говорит, у меня там того нету, того нету. А сама без благословения вышла за какого-то милиционера. Или там следователь какого-то. Я надо, молитвослов. Я мигом беру все и поехал к ней. Все дела оставил, и утром я уже был в пути. Приехал. Она обрадовалась, заходи в дом. В дом я не имею права к тебе заходить. Так, зайдем в сарай. Вот что ты просила. Крестники, молитвослова, я все тебе привез. До свидания. Разворачивайся назад. Я выполнил заповедь любви. И выполнил заповедь не есть вместе. Так, а что? А ничего. Ничего, так написано. Я обязан это сделать был. Это родственники, родные, близкие мои. Родная мать, родная сестра. А ты еще не можешь, ты с ними конетелишься. Ты сразу поставил вопрос. Вина какая-то. Против меня вина. Я знаю, о чем речь идет. Моя вина. Представь ее на обозрение всем. В чем моя вина? Представь доказательства какие-то. Я сейчас перед всеми стану на колени. Но я вижу плоды того, на что вы сегодня пузыритесь. Я вижу плоды какие есть. Притом я ничего не изменил. Даю какие характеристики. На тебя характеристика была? Нет, была. Была. Да какая характеристика? Мало того, помещенные в книге просили. Тут я не знаю еще какие были у меня. Это все позднее пришли. Характеристики. С проглядом в будущее. Если я беседую с кем-то, ты прислушайся, там мелькает что-то о будущем. То, что сейчас я не просто упрекаю, я говорю, если ты не изменишься, тебя ждет вот что. И себе маленько приди домой и скорее черкни. И потом увидишь, ты будешь шахать, волосы рвать. Да же говорили, почему же я не послушался. Да ты ж нахал вырос-то. Ты ни мать, ни бабку, никого не признаешь. А я его захватил, когда ему еще только 8 лет. А вон у меня пузыри пускали. Я вижу будущее какое. Что из этого дальше получится? Ну не в один день торкнем, а там кто получился-то? Спрашивает, а как он палачом взялся? Никак. Маленький отрезал птички ноги. Ножни сами отстриг. Голубю. И в древней Оладии, говорит, заседал в Верховный суд. Кто-то доложил. Мальчику 6 лет его казнили. Знали, что от него потомство не должно быть на земле. Иван Грозный, что маленький, когда был, любил мучить на жаровне, жарить обезьян. А вот теперь он будет пластать и всех подряд. И бояр, и зальет кровью всю страну. Грозный, это не грозный, а страшный. Ну маленько ты прикиньте дальше, что будет-то. Тебе кто-то писал характеристику? Нет? А ты попроси. Я как батюшка-то узнал, отец таким говорит. Ну вот ты пишешь характеристики, а тебе кто-нибудь писал? Ах, меня уже захватить. Я говорю, в первую очередь я не сам пишу. Я не сам. Мне нужно писать характеристику. Я разузнаю, порядок такой. А с кем ты близкий был? Назови мне. Он говорит, ну вот с этим я дружу. Ну этот он, нет, вот с этой я давно уже дружу. Я нашел его друзей, обратился к матери, к отцу. Семь человек. Семер мне написали характеристику на него. Но я-то его знаю, он у меня в лагере. Теперь я все это соединяю вместе и выдаю ему характеристику. А он это не так. Нет, это так. Мать говорит, это так и есть. Ты эгоист, окаянный. А отец считает, он такой добродетельный. Он эгоист такой же, как ты, папа. Вот как. А на меня характеристика самая большая. Вот книга для Слова Божьей нет уз. На них характеристика полстраницы. А на меня там где-то 70 страниц, наверное, характеристика. На меня следователь, КГБ, психиатрия, все писали. Кому только не лень в зубе тащили. Возьми, почитай. Я батюшке сказал, он отстал от меня. Любое дело ты рассмотри с позиции вечности. Только так. А не то, что в тебе это больно, тяжело. Нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Самая большая радость. И нет больше печали, как слышать, что близкие друзья твои уклоняются от истины. Едущий мой хлеб поднял на меня пяту. Ходили вместе, разделяли искренние беседы. Ходили в храм Божий. Кто это пишет? Давид. Три тысячи лет назад. А это так и осталось. Не теряйте друзей. Тем более за слово строгое сказанное. Тем более даже не в отношении тебя какого-то родственника. Или знакомого. Придет время, вы будете по одной срочке искать, что вам было сказано. Мне уже не один раз говорили. А как вы это знали, что он такой будет? Да его видно было уже тогда. Он видно, он весь уже из него просто ползло это. А вы глаза закрывали. Считаю. Истинный учитель хочет, чтобы ученики его, делая что-нибудь, делали то так, как требует добродетели, притом добровольно, чтобы и награда была им полная. Такое резюме этого стиха. Потихоньку. Отведи вокруг. Следующий стих, восьмой. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. В народе говорят, не оскудеет рука дающего. Вот попросту сказать этот стих, вот к этому стиху, прямо эта поговорка такая. Не оскудеет. И это уже на себе, кто доброхотно дает, многократно это на себе мог испытать. Так это половина молитвы. Да не оскудеет рука дающая, а тот в ответ говорит, да не отцу, а тех рута берущая. Еще говорят, блажение давать, нежели принимать. Христос сказал. Что интересно, Христос сказал, а нигде он этого не говорил. Вот как Бог Павел взял, вообще никто не знает. Нигде в Евангелиях этого нет. Это считают, когда Христос ему явился и сказал. Лично. Этими словами опровергает умствование, которое имеют многие, когда говорят, если подам много, то боюсь, чтобы самому не сделаться бедным. Бог, говорит, может обогатить вас столько, что с избытком можете совершить всякую благодать, то есть всякую милостыню. Итак, подавайте щедро, чтобы милостыня ваша всегда и всегда приумножалась. Видишь ли? Не богатство приносит им, но довольство. Говоря же это, показывает, что не принуждает и не пренеболивает их подавать от недостатка. Когда только что мы рассуждали, принуждает и пренеболивает. То есть принеболивает как бы убеждать, да? Вот принуждать это другое. Пренеболивает боль отнимать и свою волю насаждать. Чтобы потом не имели довольства. Вместе с тем, научая, как должно пользоваться дарами Божьими, говорит, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. То есть от Бога Господь делает богатым на всякое доброе дело. В благах телесных, говорит, желаю вам довольства. А в благах духовных, ибо это означает слова всякое доброе дело, избытка. Чтобы не только с избытком были милосердны, но чтобы усердно делали всякое богоугодное дело. Да? Вот. В самое благое стрелок, дабы вы веровали в того, кого Он послал. Вот, говорит, дело Божие, что веровали в того, кого Господь послал. Христа. А отсюда проистекает из веры, вера в то, что Его обетование сбылось. Дух Святой сошел. А для чего? Будете не свидетелями. В этом году неизвестно, будет ли у нас миссионерская поездка. Но берутся некоторые люди, там, в России хорошие, и говорят, мы разделим этот груз, который в прошлом году остался на 4 части, этому тонну, этому тонну и одну тонну пополам. Это получается по 25 полных экземпляров этих книг. Вот лежит это один экземпляр на книгах. Саня, на книге покажи, так, проведи. А если не так, а если не так, придется ехать. Но меня убеждают, ехать не надо, вы не вернетесь. Но мне набирается уже два человека. Ты не отрекаешься еще? Нет, смотри. Я сейчас только с Валерой говорил, с Сокольским. Он все еще в каком-то, или что, примудить его, или что уже. Он шофер хороший. Ну, а если его нет? Значит, где-то со стороны, это даже не знаю, удастся или нет. Но перед этим, как ехать-то мы набираем что-то. В прошлом году я сказал, нужен сбор, сделать сухофруктов. Дорога-то некогда варить. А мы пожевали, смок, финики, кедровые орехи, кедровые особенно идут хорошо. Какие-то там земляные орехи. Ну, разное там, это такое, сушеное. А мы в прошлом году вернулись, у нас осталось. Я сразу на лагерь сдал и в лагерь поехал. А сейчас пришел, оказывается, маленько там у меня осталось. Маленько совсем. Я опять объявляю, вы приготовьтесь к этому. Если в следующее воскресенье у вас что-то будет, можете уже принести. Если не поедут, уйдет в детский лагерь. А если со всеми больше нам не ехать, последняя поездка-то, ну, потеряю когда-нибудь, или я сам съем, не выброшу. Ну, много-то не съем все равно. Ну, вот надо подумать теперь. А вы верите в то, что будет? Вот у меня вера такая. Вот об этом говорит, почему доброхотно дающий у нас народ. Ну, в общем-то какая там, ну, совсем не какая-то. И только сказал, в прошлом году понанесли, вот сидит Валентина Алексеевна, надо там вот такими вот булами, там орехов разных. Мы всю дорогу. Едем дорогу, останавливаться некогда. Я по горсте дал шоферу, шоферы там все заправились. Так что посмотрите, что-то у вас будет. Это нам в помощь. О деньгах пока не говорим, потому что неизвестно, поедем нет. А вы где-то приготовьте, чтобы сбор не делать. Это выезжать, например, 13 июля после крещения. Деньги пока откладывайте, напиши на благовестие. Если не поедем, ну, на нуждающихся, ну, уже оттуда не бери для себя. Мы все начинаем с нуля. И с нуля, и мы в таком избытке, и вообще у нас не было недостатка никакого. Доброхотно дающего Бог любит. А ты заранее к этому расположи сердце. И когда что-то тебе нужно, тебе Бог даст. Призабильно. Владимир Владимирович, вот по поводу поездки и не поездки, можно, да? Я разговаривал по скайпу с братом Сергием из Воронежа. Он мне сказал такую статистику. Он обзвонил 12 библиотек. И в двух только библиотеках, причем это Чечня оказалась, только в двух библиотеках книги востребованы. То есть пользуются ими. А остальные... Да все, есть данные у меня. Нету. Я объясняю. Не то, что нет, а вы какие-то... Он обзвонил. Я слышал, он все это составил ролик и мне прислал. Но вы без вариантов работаете, вы на 100% прошибаетесь. Не на 99%. Но я еще должен повторять одно и то же. Вот город здесь. Я уже говорю, в Алтайском крае большой город. Я книги дал, но не все пока. Когда все выходили, я туда завез. Заезжаю. Я говорю, а у вас книги в каталоге? Я посмотрела, а в каталоге ваших книг нет. Ну как же, я же давал. Она пошла, нашла. Нашла, мне кажется, 5 книг. Но я же 12 давал. А где 7? Не знаю. Да, я теперь остальные принес, еще 20-то книг. 21 книгу. Их нету, все. Он по звонку-то говорит, а дел там миссионерских... Кто они знают, кто на том конце провода? Что отмечать? Дело-то все на этом все. Книг там нету. Я теперь выжил. Книги есть. А где остальные? Она девчонка, там библиотекарь. И она мне на ухо буквально говорит. Директор взяла их себе и сказал, таких книг у меня в библиотеке никогда не было. Я их забираю, а ты молчи. Понимаешь, нет? Теперь, так это не одно место, где мы были-то. Вот я нахожусь где-то, я прямо назовусь, Залесово. Район. Там были люди. Я ей передаю книги, а люди узнали здесь, и со стола берут по одной книге. Я говорю, подождите, хоть она запишет книг, посмотрит. Пока она записывала книги, половины уже нету. А их там нету. А люди книги-то не возвращают. Потому что, говорит, то, что мы ищем где-то в интернете, здесь все вместе собрано. Все, что святые отцы говорили, у меня собрано там. Вместе. Я только сейчас получил по интернету и, говорит, я вообще отказался от всех книг. Вот все, только оставил одни ваши. Что я ищу по крошке и открою все абсолютно по всей полноте. Вы не знаете, что это за книги. Я говорю, мне неудобно говорить, я автор, как бы. Но они не имеют аналога в мировой литературе. Они построены на Библии. Все там связано одно с другим. Ну, вот и все. Так это он звонил одно место другое. Они в каталог заносят, во-первых, полгода проходит, а во-вторых, они делают с оглядкой. Книги-то не пасторальный роман. А как на них посмотрят? Вот в одном месте мы книги сдаем. Она говорит, вот книги-то я посмотрел в экстремистском каталоге, они не числятся ваши. Я могу принять. А кто знает, что будет завтра. И вот у нас, говорит, Хаббард, там эти, ну знаешь, который образовал новую религию-то. Прислали книги, до того хорошо оформленные-то. А их занесли в экстремистскую литературу. А прислали, говорит, так много литературы, мы не знаем, куда деть ее. Мы, говорит, ее заложили, она лежала в гол. А у них какие-то там есть протежи в Думе. И они провели теперь, что книги не экстремистские, выщеркнули. Сейчас, говорит, смотрим, пришло от них указание. Не экстремистские, мы все выставили на это. Год прошел, они были запретные книги. В жизни все меняется. Меняется. И поэтому они позвонили, им сказали, книг в каталоге нет, только это узнали они. И то еще не знают, правда это или неправда. Это телефонный разговор. При личном, когда я начинаю долбить, тогда только открывают. Вдруг ответили, в Горно-Алтайске нету. В Горно-Алтайске издавали книги. Там с какой радостью приняли. И вдруг там нету. Ни одного известия нет, чтобы книги уничтожить. Ни одного. Только один священник. Он хвалился, сжег Новый Завет. А теперь потерявку. Приезжает с архиереем Завьялова. Гребенюк, отец Александр. Оказывается, сжег истинную православие. Одну. Ну, сжег. Он пять раз покаялся уже. Ну что, на шестой раз? Он не будет жечь. И поэтому, то, что они обзванивали, это хорошо, это большой труд. Но он еще ни о чем не говорит. Нет, нельзя сказать, что он ни о чем не говорит. Этот вариант тоже. Вот вы говорите о 99, а это сотый процент. Может и так быть. Вы, я знаю, идеалисты. И мы знаем цену вашим книгам хорошо, потому что читаем эти книги. И знаем содержимое их. Но, такой вариант тоже может быть, что они признают их экстремистскими и просто их уничтожат. Или, в всяком случае, до сегодня, из 12 в 10 они недоступны людям на сегодняшний день. Обожди. Ну, я теперь, где, я сам проверял, вот приехал, не я провел, а Михаил Кальмаев. Я уже второй раз это повторяю. Он зашел, где там живет Новокузнецкая, а книг у нас нету. Он на этом не успокоился. А где книги? Вы же принимали их. Ну, а она оказалась прихожанка. А раз прихожанка, она рабыня. К ней пришел поп и сказал, она потом ему скажет, приходили и сказали, семинарии и книги очень нужны, а у вас тут мало читателей. А семинаристам без них никак нельзя. Ну, я и отдала. То есть, хитростью выманывать. И они их не уничтожили, они у них хранятся. Михаил поехал туда и говорит, книги, да у вас книги, у нас. И он все это записывает на телефон. В другой звонит, те отвечают, книги Лапкина, да это экстремистские. Он говорит, экстремистские? Ну-ка, директора позовите. И директора подошла. Как же ваша сотрудница? Да она не знает ничего. Нет, нет, не экстремистские. Она не знает. Но эти книги у нас пока в каталог не занесены. То есть, картина на глазах совершенно меняется. Поп приходит в Тимиртау, где Михаил Кальмаев. И он тоже начал там это все подводить. А люди-то все свои. Чего ты поп мылишься-то здесь? Мы тебе все обязаны давать. Книги мы расписались, мы храним. Люди считают. Нет, нет, я ничего. Он сразу ретировался, был таковский. Но этот-то ничего по телефону-то не скажет. Это лично он. И записал на мой телефон. Вот выходит Дворкин. Дворкин, его все знают. Главный сектовед. И говорит. А он записку дал. Кто такой Лапкин? Ну, это псевдоправославные, то другое. А он тогда встал и говорит. Это не так. И что интересно, Дворкин, это все заснято. В интернете стоит. Ну, я не знал тогда так. То есть, чужого голоса поют. Почему они говорят это? Я знаю, звонили, что они не против книг, а чтобы книги раздать в частные руки. А не библиотеки. Он говорит. В истории мировой было не раз. Приходила какая-то чуждая власть. Библиотеки все выхалашили, как Гитлер. А тогда устраивали. Ну, было что там. Достовецкий запрещен сжечь, Есенина сжечь. Ну, это же было все. Лескова не пропускали нигде. Это надо в частные руки. Я согласен, но где эти частные руки? Как я могу узнать? Я нашел выход именно через библиотеки. Это проходит через несколько рук. Вот наши поехали. Где наиболее? Буканки рядом. Ну, и попутно узнать, как там книги. Книги. Ну, вот стоят. Подошли там несколько книг. А где остальные? А мы не знаем. Книги не возвращаются. Это о чем-то говорит? И когда Михаила Велера по радио везде рекламирует, это книги, которые считаются и не возвращаются. То есть пользуются особым спросом. Вот и все. Я говорю, что если ничего, нельзя сделать. А теперь, если говорят в частные руки, я должен хотя бы маленькую инструкцию иметь для себя. Как дальше кого спрашивать? Они взяли книги. Взяли. А меняется хозяин-то. И дальше что? Они разбросаны. Их не соберешь. А сегодня они в одном месте находятся. Как правильно поступить, я тоже не знаю. Ну, у меня должен быть исходный вариант. То есть я говорю, делайте. Если люди не дают никакой гарантии, у меня надежи никакой нет. Надо работать много вариантно. У меня есть вариант. Ехать и продолжать работать. В прошлом году работа не закончена, потому что сломалась машина. Нынче проверяют ее, она уже отремонтирована. Была на заводе, где ее изготовили в Нижнем Новгороде. Там какая-то малость совсем, что-то воздуха-очистители или что. И значит, надо команду и готовиться ехать. Я радикально вступаю в это дело. Никого нет, поеду сам. Сделать люльку и повезут люльки. Почему? У меня стоит задача. Эта машина работает еще только потому, что вы ездите. Потому что Господь хранит. А так она уже давно мутыльцов свое использовала. Так, использовали. Вот смотрите, он сказал. Теперь спроси, машина эта и пользовалась? Вот я конкретно прямо сейчас. Николай Тихонович, говорят, это не я повторяю только слова. Не надо, вот это можешь повторять. Она сыпет. Он говорит. Да. И другие тоже. Я спрошу. Кто на ней ездил, говорят? Кто ездил? Скажи. Николай ездил. Ты не даешь говорить мне. Скажи, сколько раз ремонтировал дорогу, ездил ее? Ну, я ничего не ремонтировал. Все, окончился. Больше не надо. Не ссылайся ни на кого. На твоей машине сколько проехал? Вот, на иномарках? Да. Сколько проехал? Больше 70 тысяч. Больше 70 тысяч. Сколько лет? Четыре года. Четыре года. Больше 70 тысяч. На какие дела ты ездил? На такие, чтобы ты сказал 100% божественное дело. Куда ты ехал? Не дождь свою возил в лагерь. 50%? Да нету ли 50. Ты 5% не наберешь. Это вот по порядку, когда начинаешь разбираться. Сколько раз ты в аварию попал? Тебя стукнули. Ты стукнул. Ну, это не считается аварией. Ну, не авария. Ну, стукнули тебя. Но все равно она была. Один раз. Один раз. Мы проехали 117 тысяч километров за 7 месяцев. 117. От Тихого до Атлантического океана ни одной аварии, никого не стукнули. Ремонт. Это, какова, Ульяновский завод поставил там эту шестеренку. Баркованную они сказали. И все. А то все время ремонтировали, ничего не было. Николай ремонтировал только в колесе подшипники. Сменил и все. Не было. Николай сказал, нормальный автомобиль, ничего не было. Нефтебаза. И стоит такая же «Газель». Я говорю, где хозяин? Ну, там показали, я пошел в гараж, с ним поговорил. Я говорю, а сколько вы наездили? Да я немного наездил. А сколько-то? Там 270 тысяч. Это в 20 с лишним раза больше нашего. А какие аварии? Да никаких. Ну, а какие у вас там недостатки в ней? Да бывает она сопливит, там топливо потекает, там затянул и все. Ну, а какие у вас недостатки-то вы можете мне сказать? Ну, какие? Ну, а как с иномаркой, так они все ломаются? Я еще нахожу одного. У того где-то 400 тысяч. А ты, говоришь, уже ресурс. Нина Жел не раз звонит. 400 тысяч. И ни одного ремонта. Это вы все придумываете на нашу машину. Да не обижайтесь, я хочу сказать, что она ездит благодаря тому, что вы ездите на ней. И духом Вадима Вадимы. Там написано даже так, говорит, кому-то колымага, кому-то лебедушка белая. Да? Именно так. Что там? Нина, говори. Сейчас мы включим громкую связь и будем слушать тебя. Давай. Оружие в уши. Машина хорошая. Я и говорю, что Господь хранит вас. Да. Что, не включается? Алло. Да. Да что это такое? Главное, на ней 7 человек сразу можно. Почти тонна груза. Ни одна машина не подходит под наши параметры. Алло. Нина Александровна, что-то... А может быть, отставить или... Не знаю. О, говори. Ну, все. Я пришла из храма. Молиться на улице стою. Вчера молилась. Вчера у нас тоже здесь проходила панихита. Там, наверное, она там небольшая. Но я стояла на улице молилась. Я брала с тобой книжечку свою. Это поминание, где молилась. И стояла на улице молилась. И сегодня тоже. Ну, а сегодня уже на службу ходила. Ну, тоже я брала с тобой Евангелие, молитва слов. Потому что там какие-то чтения на сегодняшний день. Я по Евангелию прямо читала. Тоже на улице. Вчера весь день был дождь. Я стояла под дождем. А сегодня солнце. Так, поднимет тепло. Ну, солнечный день. Вот. Но сегодня ко мне подошел Рафаил. Кто подошел? Рафаил. Его имя Рафаил. 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 Чтоб слышно было ближе. Который там с ними служит. Так. Ну, он подошел уже. Когда, говорит, все, детьмина служба закончилась. Ну, помните, я вас приглашал к себе прийти. А вы тогда отказались от вас. Вы могли бы то пойти со мной и поговорить там. Вот Константин, что ли, вы знаете, мой. У меня он живет. Квартирант. Вот. Его для обращения. Чтоб он уверовал бы. Вот вы бы с ним поговорили. А я говорю, так я недостойная. Я недостойная. Я стою, видишь, где? Я грешница. Я стою на улице. А вы хотите, чтобы я еще с кем-то разговаривала? Нет, я говорю, пока я еще. Вот. Молитесь за меня, грешницу. Когда вот меня Господь позволит везти в храм, вот тогда, может быть, и можно будет с кем-то побеседовать. А сейчас, я говорю, я грешница. Да-ка, мы тоже грешные. Ну вот, и перешел к основному. Это была только причина. Перешел к основному. И говорит, ну, если бы ты вот отказалась от Лапкина, и тогда бы ты зашла в храм и была бы с нами. А то мы голуби, а ты одна ворона. Ой, нет, не ворона. Ястреб, кукушка. Кукушка. Мы-то голуби, а ты кукушка. Вот. А я говорю, ну, тем более, пока я кукушка, я встаю здесь на своем месте, а вы за меня молитесь. Я говорю, я грешница. Я так несколько раз. Я грешница. И молитесь за меня, чтобы мне Господь позволил войти в храм. Все, и разговор наш закончился. А потом он, ну, пойдемте на кладбище. А я говорю, так мы вчера ходили на кладбище. Вчера же родительский день, я вчера ходила. А сегодня же сошествие, это день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого. Поэтому нам, ну, что там делать? Ну, мы там будем со святыми упокой, петь. А у тебя есть слух, ты, наверное, умеешь. И с нами попоешь. А я говорю, ну, а почему ты-то приглашаешь, а другие вот пошли. В храм нельзя, на кладбище. Вот, все, я говорю, нет, я никуда не пойду. Я грешница, я буду в состоянии молиться. Все. Вот так и делай. Никуда ни шагу, никуда. Пришла, помолилась и ушла. И если тебя будет, подойдет священник и будет говорить, ты прочитаешь 16-ю главу Деяния апостолов. При всем народе, скажи, срамили, называли, там сектанты ересь. А теперь хотите тайно нас отпустить? Нет. Да, да, да. Вот так. А я уже об этом думала. Если вот так, как апостол... А теперь тайно хотите? Нет. Вы это делали вслух. Потому что они должны вас перед народом реабилитировать, показать, что они не правы, пришли, извинились. И кто? Начальствующие в городе, перед апостолами, которые в глаза не хотели видеть. А вы нас, говорит, римские граждане без суда били. Не было решения Синода, никого вы еретиками, сектантами называете. А теперь хотите вести? Нет, пусть это архиерей сделает с вами. И чтобы вы покаялись. Реабилитируйте меня полностью. Тогда я могу молиться, разговаривать. Ни под каким видом не заходи, никогда. Пока этого не будет. Твое место там. Ты за собой знаешь многое. Грешница. Грешница не просто так, что там засохшая горошница какая-то. А ты настоящая грешница, полновесная. Солновесная, да? Согласна? Ну все, и молюсь. Вот, просвещай своего Виктора Матвеевича. Молюсь, молюсь. Ну и то, если он пожелает слушать тебя. Да. Ну все, я отошел. Мы все сидим здесь, слушаем вас. Таких листов. Ты не против, что это в интернет выставляется? Нет. Ну нет. Наша сестра, она вам может... Все с Богом, сестра. Все кланяются. Скажи, мудро Господь через вас поступил. Да. Спасти Господи, с Богом. Вот так. Ни под каким видом. Считайте 16 главы Дианя Апостола. Они их били, он говорит, как без суда и следствия били нас, римских граждан. А тут нас, христиан, позорили и хотите тайно завести в храм? Никак. Это нельзя делать. Я все время буду в глазах людей другим. Каким вы меня представляли. А когда вы сейчас меня реабилитируете, тогда я войду полноправным гражданином, христианином. А я думаю, что вот у Нины такое положение сейчас, вот как она принимает огонь на себя. И тот огонь, который вот возгорелся у них еще ранее, это того. А теперь она одна, вот на себя принимает, как щит. И все на нее. Да, вот надо молиться так усиленно, потому что это как-то... Это не усиленно, по-простому молись усиленно. Я по-простому и молюсь. А то усиленно, я спрашиваю, что это по-усиленно. Ну нет, большие. Последствия не меньше семи раз в день на молитву, ночью встать. Никакого усиленного нет. Это нормальное дыхание. А я буду усиленно дышать. Ничего не получится. Нормально. Большим количеством людей. Вот это другое дело. Я там буду на молитву услышать. Это другое. Мы о ней молимся ежедневно, напоминаем ее святое имя. Все, пошел. Следующий стих девятый. Как написано, расточил, раздал нищим. Правда его пребывает в век. Толкование. Выше сказало, забилуйте. Подтверждение всего приводит свидетельство из пророка. Расточил. Ибо слово это указывает на щедрость и избыток. И хотя поданного нет уже более, но правда выделена. То есть, человеколюбие. Называет его так, потому что оно оправдывает человека и разрешает грехи. Пребывает вечно. То есть, правда пребывает вечно. И там, и здесь, и там. Вот почему милостивый бывает любим всеми, а потомки его бывают любимы грядущими племенами. И причем, вот это свойство, оно, если есть у кого-то в семье, то оно передается из поколения в поколение. Я себе могу сказать, вот по рассказам моих предков, дед у меня был очень добродетельным. И всегда, вот если там закололи, осенью там колят животных, то он обязательно развезет по деревне и всем там раздаст. И вот такой, и когда обмирала одна из сестер его жены, то есть моей бабушки, ну она тоже моя бабушка выходит, то ей было сказано, что, показано было, что ему как раз вот там за его добродетельность, там ему хорошо. Ну так она выражалась. За добродетелей. И отец у меня тоже был добродетельным. И во мне вот это тоже существует, это ощущение такое вот, что желание сделать людям добро. И причем делаешь добро и забываешь, что сделай его. Люди потом благодарят, и ты вспоминаешь, а за что, вроде как. Плохо тем, у кого нет родственников в прошедшем верующих. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Этими словами просит им и плодских, и духовных благ, и подтверждает слово свое наглядным примером земледелия. Ибо если засевающим землю Бог подает семя, и питающим тело доставляет пищу, то тем более возделывающим небо и питающим душу. В словах, да подаст обилие посеянному вами, говорит о чувственном богатстве, которое, чтобы сделалось сеянием духовным, советует подавать бедным. Ибо через это возрастает в нас всякое доброе дело и обилие правды. Почему и говорит, и умножит плоды правды вашей. Заметь здесь, что он вводит Бога, дающим нам не суетные наслаждения, но пищу, ибо, говорит, и хлеб, и пищу, тоже находится и у Исаии. Смотри, Исаия 55, 10. Есть? Нет. Исаия 55, 10. Ну, там понятно, что у нас нет, надо в Бибелу их брать было. Есть рассуждение по этому стиху? Не вижу рук. Да. Ну, есть. Еще раз, концов. Есть. Далющее селе сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами, умножит плоды правды вашей. Дело все в том, что разговор идет о действительно подаянии прям бедным людям. Ну, а так как мы все при социализме жили и сами бедные были, и даже более того, одни там штаны или одни валенки на 10 человек, то просто мы не знаем этого состояния, когда ты другому что-то отдаешь. Тут разговор, вот если ввести в нашей общине, идет разговор о благовестии только. Людям давать благую весть нести. Это самое доброе, что ты можешь понести. Потому что с деньгами поделиться практически это никому невозможно. Ни у кого нету ничего. Тут, говорит, церковная мышь повесилась у каждого в кармане. Единственное, только бывает, это тогда вот то, что Игнатий Тихонович говорит, на благовестие, на дела, ну, тут в своей общине и так далее. А бедных этих, где ты их найдешь, бедных? Ну, вот мы идем, нищие стоят у церкви. Начинаешь разговаривать с ней. Я говорю, вот вы стоите, говорю, здесь. Ну, там, по канону, то, что нарушаете, даже разговоров нету. Верующая, неверующая, мы будем считать, что верующая. Я говорю, вы сами-то стоите, вы для себя это просите? Нет, ни в коем случае не для себя, а для кого? Мне всего хватает, у меня есть пенсия, но у меня вот сын, он больной, ему надо на операцию. Поэтому я здесь стою, накапливаю. Мужчина там в коляске без ног, подошел к нему тоже, откуда, Заринская. Что, пенсия есть? Есть. Социальные пособия, все платят. Я хочу сделать операцию. Он хочет сделать операцию, понимаешь? Непонятно, как он хочет, что? Ну, теперь выяснять, что ли, а сколько? Мне нужно там, допустим, 100 тысяч евро ему. И теперь он тут сидит и собирает эти деньги. Нищий он, бедный он, кто такой? Или с головой просто недружный. Или взять, вот сейчас идут по телевидению, по радио, везде эти спецмарафоны. Находят детей и начинают им рассказывать, какой он коллега, и он вот так вот весь изгибается. И у него там то-то, то опущение, там, там, повышение, засыхание. Ну, столько на расскажут, все, ну, здрасте, ну, конечно, надо ребенку помочь. Поэтому давайте-ка все сюда вот на эту, вот это вот, и передают телефоны. Нам адресов куча. Быстрее деньги сюда, быстрее, быстрее, быстрее. У нас сейчас все сводится к одному. Как объегорить ближнего своего? Чтобы из него последнее высосать. Я вопрос маленький хотел для всех. Почему они, вот, Анна Нина Александровна, жены Рос, стоит, молится, зачем они к ней подходят и разные предложения делают? И все время, после каждого благослужения, они ее лишь бы оторвать отсюда и куда-то увезти. То в лес, то куда-то на дом. Скажите, на кладбище. На кладбище. То есть тебя, чтобы потом не носили, мы сразу тебя отведем туда. Да. И ей Бог дает мудрости. Почему? Потому что они уже просчитали все варианты, кроме одного, евангельского. И они дальше не знают, что делать. Они Деяния апостолов не читали. Не читают. Они не знают, что дальше делать. То есть такой вариант не предполагают. Да как? Она начнет, как они, так, а думают. Они думают, что так будет. Ну, в прошлый раз мы к ним ездили, а у них там староста. Ну, вот, примерно такой вот, даже, кажется, еще более объемный такой, как Игорь. И стоит, и она на улице там. И никого не пускает. Бабки-то идут там, они куда идете, там, поворачивает назад. Да. И Себастьян стоит и говорит, а Себастьян был, говорит, что делаете? Он как матом его начал крыть, староста, старковный-то. Да. Прошло сколько, я не знаю, ну, года три. Я спрашиваю, как староста, как, да он умер уже давно. Его нету. За ним не надо охотиться, на кладбище звать. И вот несете сами туда. Видите, как все вымерено у Бога. А эта, которая, женщина, влетела в зал, которая там так одета в белом-то была. Она Зина, она по-хорошему сейчас, ну, боиста еще священника. Прям по-хорошему с Ниной. А там она самая ярая была. Они там, где была встреча, это отменили, запретили. И только Тамара умерла, и ее муж, физрук, в школе там, в спортзале нас приняли. Мы не знаем, что будет. И поэтому нужно приготовиться, выполнить порученное от Бога. А какие вот нюансы там будут, это никакой роли не играет совсем. Она ничего не делает. Взяла молитвослов, я, говорит, Евангелие стояла, читала. Это докладывает выше и выше. Ему этот позвонил, архимандрит, оказывается, батюшка говорит. Ты смотри, говорит, уперся как. Ну и все. Обязательно архимандрит доложит архиерею. Он не понимает священника, он не грамотный. Он говорит, да он больной головой. Если уже тебе епархия дает такую характеристику, то, наверное, ты уже не первый раз одна, а там дели-то уже. Вот и все. А что нам делать? Ваша сила сидеть спокойно. Ваша сила. Она помолилась, никуда не вылазь. Сиди, делай ремонт. А в воскресенье? Пой, сиди. Ну, она говорит, тут больные есть. Сходи по сети. Ничего не надо делать. И через это тебя Бог исправит и их сроднит с тобой. И так вот, о чем мы рассуждаем, оно везде. На первое место дать Господу встать. А Господь встал, ты посылал, делал добро, тебе обязательно-то вернется. Не знаю, откуда, но вернется это все. На днях мне один татарин пишет. Я решил вам десятину давать. Откуда десятина у него, не знаю. Ну, у меня немного, я тысяч по пять буду высылать. Знать не знаю. Не в друзьях у меня ничего. Я пошел, правда, пять тысяч лежит. Понимаешь, как это что-то Бог делает. Бог. Но я теперь решил так. Вот книги послал все. Один раз я послал, а они заплатили 200, кажется, долларов. На остатки книг я послал тысячи долларов. Это книги очень дорого стоят. Но они высылают. Но я-то не прикасаюсь к ним. Я тогда одного человека узнал, нуждаются. Я говорю, ты приди в банк. Он подошел. Я как только деньги получил, паспорт заложен, я говорю, бери рукой, чтобы моих отпечатков не было. Он их вытянул оттуда и ушел. Все. А зачем это нужно? Тебе не нужно, мне это нужно. Чтобы не подвергнуться нареканию при столь обильных средствах. Это Павел говорит. Тебе это нет, тебе не нужно, ты не суди только. А как там, которые поставили на этот... Я туда же повел человека и говорю, на эту карточку пластиковую тоже поступили деньги. И деньги мне только выдали, она заложила. Я с человеку так говорю, бери. Она деньги вытащила из паспорта и пошли. Я к ним даже не прикасаюсь. Людмила собирает деньги на это. И у меня всегда есть деньги. Пенсия в два раза меньше. Не знаю, кто у нас тут был. С нами ездил. Говорит, я 12. Даже, кажется, Нина получает 12. А у меня 6275. Максимальная. Со всеми. 35 лет стажа. Льгота какая-то от заключенного. От репрессированного. И такая маленькая пенсия. И меня долбят. Ну пойдите, там добавляют. Да я один раз сходил, ничего не добавил. Ну вот сейчас добавляют, не пойду, у меня хватает. До того не люблю. А возьмите мои документы, сходите, может дадут. Измест спады. Видите как. Обильно и щедро награждает Бог. Если я поеду, и говорят, что я не вернусь, у меня просьба. Не ломайте то, что уже построено. Вот кто у меня будет жить эти палати, пусть они будут. На палатах везде могут спать люди. Вот представьте, у меня комната 12,8 квадратного метра. Это с кухней совсем-совсем. Моя территория 12 квадратов. И 11 человек, которые не на полу спят, а только на шконках. На этих, на палатах, на нарах. Есть такие полы, где можно спать и на полах. Так, чтобы вы всем были, богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Толкование. Еще раз. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Толкование. Снова показывает, как должно пользоваться богатством. И говорит, что не должно зарывать его в землю, но иметь на всякую щедрость, то есть делиться им щедро. Но так, как многие находят щедрость в блудницах и лицедеях, то говорит, цифры бегут. Я разумею, и ту щедрость, которая приносит Богу благодарение. И не только благодарение, но многое другое, о чем говорит Дарья, чтобы, показав многие добрые последствия щедрости, сделать их более усердными к ней. А это не ко мне, все. Богатство какие-то, богатство. Какие богатства? Мои года, мое богатство. Да. Я вообще не знаю. Постал Павел, по-моему, там, с какими-то торговцами дело имел. Потому что все о богатстве, о богатстве. Ну, корейственные, они же были богатые. Ну, корейственные, город богатый. Ну, почему тогда так долго сидим-то? Давайте проскочим, у нас никого нету здесь. Таких. Чего тут разговоры разговаривать? Никто ничего не знает. Как он на Лексусах ездит? Вот, смотри, сидит в углу на Лексусе. У нас только одного брата Севастьяна можно привлечь, и то он промолчит. Потому что он адвокат, он знает, как правильно делать, себя вести. Он молчит, и все. И молодец. Единственные, остальные все, как цирковные. Ну, скажи, ты золотой искатель, и ты бедный. Ну, кому скажи, вот так вот. Ну, мы знаем. Я геологоразведчик, советский геологоразведчик. Вы ничего не понимаете в этом. Вы вот кто были? Преподаватель? Простой советский преподаватель. Все. Какие деньги? Откуда у вас? Я же не золотодобытчик. У меня, это мой шеф, вот он богатый. У него шесть Лексусов этих. Вот по этому, к нему, да, вот обращайтесь. Он блудниц любит, выпивать. Попробуй с ним поговори о вечной жизни. Я с ним разговаривал ровно три раза. Первый раз он чуть меня не убил на 66-м. Когда я ему сказал, ну, едем в гору, вот так я говорю. Слушай, ну, это вот, а ты вот о вечной жизни когда-нибудь думал. Он взял руль, бросил, и машина куда попала. Я говорю, ты что делаешь? Он, ты что? Вот так ко мне. Ты что, какая вечная жизнь? Я говорю, машину-то держи. Ты что, склон 35 градусов? Он такой, ты что мне под руку всякую ерунду тут говоришь? Какая вечная жизнь? Я думаю, вот это да. Я-то думал, мы потихонечку забираемся. Я тут между делом разговор такой духовный завел. А он среагировал совершенно неадекватно. А второй раз? А второй раз, третий раз, второй раз, это там, третий раз, вчера мы с ним едем, возвращаемся. Я говорю, ты все, говорю, про девочек рассказываешь. Я говорю, ну, тебе будет 70 лет, говорю. И что, ты все будешь с этими девочками вошкаться? Он, я люблю 15-летних, чтобы такие стройненькие были, чтобы у них все так было. Вот о чем думают мужики богатые. Вот это вот к ним-то, вот это может быть, обращение идет. У него только одна мысль, в 70 лет он 15-летний. Будет у него в мозгу или не будет девочка? Ну и что, вечная жизнь, как вам? Вот так, перевели. Богатство. Ну, апостол Павел-то не убеждает тех, которые все имение просветили, а именно еще более жертвенны. То есть они уже жертвуют, а он все время побуждает, чтобы на другую ступеньку проходили. Десятину платите, ну, это обязательно, а ты две плати. А две платят, он их не оставит в покое. Платите три, потому что еще нужно и храм построить. Вот оно как было. То есть, ну, все росло. А некоторые продали имение, к ногам апостолов положили, он их тогда, ну, это ладно уже. Оставил покое. Ну, ладно, они имение-то продали, имение продали. Но дом-то они квартиру не продали, они жили где-то. Иные не понимают, а тогда я квартиру продам и пойду как бомж. Ну, и кому ты нужен? Кому хорошо от этой благодати-то? От этой добродетели? И добродетель ли это вообще? Добродетель, она разовая бывает и продолжительная. Ну, разовая, когда человек готовится к смерти, он сразу все подписал, раздал и все. Ну, а потом бы как этому королю Лиру не пришлось плакать. А другой медленно. Подает, подошел, подал. А дает там Луидор, это большие деньги. А нищий однажды ему, все время подает ему. Он говорит, а ты богатый, я слышал, мог бы подать и больше. Он говорит, а у меня не ты один, у меня больше, чем ты один. Ну, и то успокоился этот, пошел. Я же даю тебе, 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 тебе. Я же не одному это даю. Это надо все вымерить и посмотреть, как в духовном плане. У меня один заходит, юноша, и спрашивает вопросы. Ну, я ему ответил. Второй вопрос. Вопросы хорошие. Ну, опять я отвлекаюсь, сижу там, набираю. Я набираю быстро, а потом ровно в два раза больше времени у меня уходит, чтобы ошибки выправить. У меня пальцы на машинке привыкли. Я тут захватываю три клавиши прям вместе. Ну, ладно. Проходит время, ну, что я ему тогда сбрашиваю. Я отвечаю на один только вопрос. А остальное найдешь у меня на сайте. А он тут же отвечает. А я на этой неделе первый раз. Первый раз. Я говорю, вообще, человеку я один раз только отвечаю. А остальное должен найти. Извините, я думал, что каждую неделю по одному. И сразу по пять. У меня заготовка, шаблон. Я отвечаю один раз, а остальное может найти там. Не искушайтесь. И, как правило, люди понимают. А другой начинает. Вчера один какой-то зашел, иностранец. Ну, видимо, я так понял, где-то Швеция. А может, Америка. Вот я вам сколько писал, и вы ни разу не удостоили меня ответа. А я хотел вам помочь материально. Я богатый. Помочь вам в благовестии. Так я уезжаю. Многим хотел о вас рассказать. Теперь уже никому не расскажу. Я понял, ничего у него нет. Если такой ты добрый, да ты вот тут как. А я посмотрел, сохраняется перепись. По-то я бы много раз отвечал. Ну, и видно, что он решил меня то ли попугать. Ну, тебя не было и не будет. Дело-то не остановится. А ты мог подать. А не подал. Так а-то ты отвечаешь. А не я за это. Ты же знаешь, что у меня дело идет на благовестие. На благовестие, не на утробу. Ну, а что тогда спрашиваете? У тебя доверие я не вызвал. А может, он и не искал его. Потому что в конце сказал неправду. Вы мне ни разу не ответили. А я как протянул это скайпо, и вижу, сколько раз я ему ответил. Владимир Ильич, помните, как Иуда Бенгур, когда он на галере-то стоит и разговаривает с этим, с Думвиратом-то, с царием. И он ему рассказывает всю эту свою жизнь. И что, как бы он какого-то знал иудея, который торговал. Он говорит, а у меня, говорит, отец торговец был. И Думвир остановился, посмотрел на него и подумал. А ведь и рабы бывают очень хитрые и коварные. И этот разговор отложил на потом. Так что и вы в этом случае тоже. Эти рабы бывают хитрые и коварные. Он вам наплетет в этот интернет, что захочет. Специально, чтобы только раздражить вас. Компрометировать. Ну, да, что-то такое сделать, чтобы вы себя плохо почувствовали. На днях с одной девушкой познакомился. 17 лет. Хорошенькая. Ну... А не 15, а 17. Нормально. Ну, полно ясно. Вот. Ну и переписка-то началась у нас. Я ей... Она говорит, вот я уверовал недавно. Крещение надо правильно принять. Где принять? И стала... Вижу везде масонов. Ты смотри, девчонка, о масонах заговорила. Я подумала, надо искать какое-то православное поселение. И нашла Потеряевку. Да. Ну, у меня, говорит, 1 июля сдавать экзамены. Почему-то она Санкт-Петербург, а сама из Казахстана. Алмата. Ну, теперь решила Новосибирске-то. Ну, а как я знаю? Может быть, из-за забора мне пишет. Да, это точно. И откуда знает, а кто она? Ну, называет себя так. А в Крещении у меня имя такое-то. Софья теперь меня зовут. И не то имя. Ну, я как проверить? Я говорю, подойди к главному управлению полиции, милиции. В Алмата. И подойди, вот так руку подними и сфотографируйся. И полные все страницы паспорта вышли своего. А на мигом все это сделала. А теперь мне уж деваться некуда. Да, действительно. Я ей говорю, в лагерь-то можно приехать, но желательно, ты молоденька, с мамой бы поговори. И, видимо, я так догадываюсь, она с мамой поговорила. И матери очень понравилось. Сейчас никак. Она у мамы говорит, поедешь, когда закончишь университет. А тут приехать на Крещение только в конце июля я могу приехать-то. Ну, с батюшкой можем поговорить. И она сфотографировалась, а до этого сфотографировалась. Я говорю, только чтобы платье было длинное и была платочкой. А до этого-то она была, там брюшка стоит там. И она все сделала как надо. И вот такое доверие вызвало, как будто мы давно друг друга знаем. Ну, и может быть, приехать. Ну, и я решил написать. Говорю, в лагере у нас уже работает. Три, я говорю, брата наших, все холостые. Ну, с вашей словой, правда, хорошенькая. Раз такая послушная. Полное доверие, вот, вызвала, сразу вызвала. Она все сделала. И так все это. Это редко было. Не, нежно. Вот если Господь благословит, то, может быть, встретимся дальше. Помоги Господи. Благослови Господь рабу своей Софью. А вот Катерина, которая в том году-то крестилась, о ней ничего не слышно? Тоже маленькая, которая? Нет, которая Катерина, которая Абаканская. Игорь, Абаканская. Она недавно вот была на занятиях у меня. А, да? Она ничего об отце Геннадия-то не говорила, нет? Я не знаю, ты стала на занятиях? Она занимается миссионерской деятельностью. Нет, она не многословная, но она... Ну, маленько, она не потеряла, что получила? Нет. Она хорошо. Слава Богу. Она миссионерка уже там. Пожалуйста. Она Слово Божие читала, сидела, я тоже слышала. Слава тебе, Господи. Бог дает хорошую жизнь. Ну, вот молодые и молодцы. А ты молодой, все это храни себе, сгодится. Да можно вопрос? Да, да. Да все из головы не выходит. Вот эта первая поездка, Игорь Владимирович рассказывал. Я думаю, какая отличная проповедь была. Негласная, вечной жизни. Вот в тот момент, когда он руль опустил, машина начала так ехать. Испытал ли страх, Игорь Владимирович, говоря, вечной... Перед этим, говоря, вечной жизни или нет? Ну, что я страх испытываю-то? Просто именно... Главное, что он уйдет человек без покаяния. Вот в чем дело. Нет, когда мысль у меня смерть может в этот момент... Нет, ничего не... Не было такого. Конечно нет. Там ничего не успеваешь думать. Я был в такой ситуации. Там... Вот не думаешь об этом. Я ехал на машине с водителем рядом. Я рядом с ним сижу. И, естественно, я безбожник. Ну, не безбожник, а... Анекдоты одним словом травили, ехали, что называется. А сзади, на заднем сиденье сидели, лежали, спали дети дошкольного возраста, двое. И машина у него, я не знаю, как она у него попала, вот в кувет должны были полететь уже. У меня только одна мысль была. Не о каком... Там вот покаянии, там мысли вообще не знаю, может ли возникнуть. У меня только промелькнула мысль о детях, что дети погибнут. Вот только мысль... Успела одна мысль промелькнуть, и все. Ну, слава богу, он развернулся, вот так на 180 градусов вперед, на встречную полосу вылетел. Хорошо, что никого не было. Что там успеешь в это время? А то, говорят, покаялся, вся жизнь... Да, вся жизнь, жизнь там... Вот интересный рассказ, я слышал, один в гостиницу приехал, а та говорит, да нет, никого нет, говорит, одна, говорит, четырехместная, а там три человека, говорит. Вы, если пойдете, он говорит, да... Ну, куда деваться, говорит, я пошел, он зашел, и правда, они сидят, хохочут, выпей с нами, он говорит, ну, я не пью, и... Отдохнуть лег, никакого отдыха, мужики, говорит, уже 12-й час, хоть маленько-то, ну, ладно, ты, командовать тут будешь, что ли? Мы редко встречаемся, и опять там Брежнев такой-то, там Ельцин такой-то... Он тогда вышел в коридор, дежурную вызвал, и говорит, так, заплатила деньги, вот тебе еще ночевые, в 24 часа, 4 пор встречаю, принесите. Прямо, ровно-ровно, 24 часа, ну, она что, она выполнит это дело. Ну, и он зашел еще раз, предупредил, они никаких, это, там подошел розетка, к розетке подошел, товарищ капитан, занесите, пожалуйста, 4 порции чаю, дверь открывается, она заходит, они глаза-то мужики вытаращили, и мужики мои сразу, говорит, собрались и в постель сели, Я, говорит, утром стою, никого нету, никого, говорит, нету. А где, спросил этот, а приехали, говорит, из КГБ, всех забрали, говорит, хотели вас взять, говорит, вот так сладко спали, не тронули, говорит, но, а капитан, приехал капитан, говорит, и сказал, говорит, самое удивительное-то, говорит, что мы-то это знали, а откуда он узнал, что через розетку-то слышал? Это мы считали очень хорошо, говорит, подслушиваю еще, того мужик просто хохму такую пристроил-то. Занесите 4, это надо все обдумать. Да, товарищу капитану шутка понравилась, да. Надо жить интересно, азартно, весело. Да. Ой, Господи. Следующие стихи 3 в 1. 12 по 14. Десятая глава. Девятая глава. Девятая глава, 12-14 стихи. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. О, как сколько слов таких вот, таких, которые по каждому слову можно говорить. Причем, интересно такое выражение, скудость святых. Ну, как вот это понимать, а? Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых. Что же они за святые, если они скуды? Скудны, скудны. Ну, бедные. Говорил же апостол Павел, умею жить в изобилии, умею жить с кудостями. А мы как-то об этом забываем. Вот челку помогли, ему хорошо. А он, Павел говорит, производит в тех людях, кому помогли, преизбыточное благодарение Богу. Что есть такие люди, которые покорны исповедовому учению. Понимаешь, они благодарят за то, что есть настоящие христиане. Они не только говорят, а они и делают. Смотри, нам опять прислали, и мы теперь с голоду не умрем. Вот это та закада. Мы видим только это. А когда благодарение-то идет, это уже только перед Богом. Да, но иногда неверующие люди, они как бы даже злоупотребляют таким знанием о том, что мы должны быть благодарны, что мы должны быть благодетельны. Например, одна из лаборатор, с которой у нас постоянно были по работе такие, ну, трения. Она мне говорит, ну вы же должны прощать меня. Вы же должны меня прощать. Верующий был, да? Потому что я неоднократно проводил с ними беседы. Ну вы же должны меня прощать. Это ваша обязанность. В прошлый раз я говорил о том, что мне готовится помочь. И когда будете выходить, посмотрите, что на столе. Там, в прихожей, когда выйдете, и посмотрите. Кстати, Игнатий Тихонович, тут о книгах ваших как раз разговоры. И об Олеге. Вот Олег, он у меня брал кое-какую литературу читать. Он глухонемой. И когда я ему предлагал книги, ну, к истинному православию, там, для слова Божия, не туз, он сильно отказывался. И потом я еще от кого-то слышал, кто-то ему показывал, ну, тоже книги, Сергий, по-моему. И он это показал, взял какую-то книгу, говорит, там, какого-то сектантского проповедника и показывает. Хорошая. А он показал на вашей книге, такой, бахнул, говорит, рукой. Так что это все не просто так с этим Олегом. Это личное расположение. Это личное. Он не считал. Да, понятно. Ну, скажи конкретно, открой, какая книга, и что там, он не знает, он ничего не покажет. Для него читать это подвиг целый. Видишь, что делать. На это внимание обращать не надо. А у него было, я не один раз его приструнивал. Я говорю, ты бываешь здесь, ты маленько что-то принеси. За это же платят люди, и тут обедаешь, и проще это. Он никак мне это не хотел понять. Это есть этим я надоедаю людям. Ну, у него самость такая вот. Он сильно болел, ну, а что болеть? Он что-то с головой тогда был, он болел. Говорили, клещ укусил. Какой клещ? У нас и клещей таких нету. Да нет, ну как нету-то, игнать, игнать. Он, может быть, в вагоне ехал, говорит, и клещ укусил там, где он совсем не у нас даже. Ну, почему не у вас-то? У вас тоже есть клещи, которые болеют. Если это не называется клещевой энцефалит, то это боррелиоз. Близкое заболевание к клещевому энцефалиту. Боррелиоз. Боррелиоз, да. Боррелиоз, да. Боррелиоз, да. Да кот, нет. Кот, бе-чего. Если 200 лет стоит... Это тоже вирусное заболевание, Игнать Игорь Ильич. У каждого оно протекает по-разному. У него так протекало это. Ну, хоть один бы заболел за 200 лет-то. Да и болеют, и Галина Загуляева болела, и другие люди болели. Ухоженные... Игнарина Загуляева болела, и болела, и что вы рассказываете? У меня лежала, Александра Ивановна Чернякова. Заболевание, вызванное этим вирусом. Ну, правда, я не знаю. Я знаю энцефалит. Клещ энцефалитный. Больше мы не знаем. Разные вирусы бывают. Разные вирусы. Энцефалитный клещик уже не болит. Как говорят, грипп с отцом гриппа. Кифоз. Ну, что так же, и это тоже поражение. А сейчас против одного гриппа дают, а он возбуждает другой. Вирусы передаются через комаров и через... Игорь Владимирович, мы тоже хотим, чтобы потеряевка была святая земля. Если бы это было так до конца, все, мы бы все там были. Ну, бывает и у вас там проруха. Ну, может быть, но настаивают на том, что... Ну, никто не настаивает, что там энцефалитов. Об этом пишут, говорят, вы едете в трамваи. Никогда в лесу не были. Но люди из леса. И у них, с них клещ, он попал на тебя. И весь сказ. Мы когда ездили, помните, на Березке, на остановку Березки брали. Так мы оттуда берем, так управляем, оттуда выходим. И мы раздевались, и до конца побыскивали друг друга. И все равно приедешь домой, где-то клеща найдешь. Все это так. Да раньше вот так горстями... Так у вас-то клещи вот такие здоровые. А вот в тайге у нас мули-пуленько его не увидишь. Черненький, махонький, махонький. Как раз энцефалитный. Этот с чистым энцефалитный. Комнат большие, и комаров много, но никогда не было ни лихорадки, ничего. Ну что придумать-то? Было-было, где-то было, у нас не было. Ни один не болел, ни один. Никто даже не слышал. Может какие-то были там занесенные. Хвойный лес, где там они растут. Да, хвойный лес. Два вида. Один красный клещ побольше, один маленький черный. Печальные события из Потеряевки. А эти какие-то такие большие, такие, как клопы. Печальные события из Потеряевки позвонили. Ага. И что там? Молиться? Серая кошка сдохла. Ох. Серка. И не знает от чего. Витя осмотрел, надел перчатки, похоже, что она съела отраву. Я говорю, проверьте все дома, обойдите Потеряевки, кто-то отравит. А то, что мышка отравленная выползла, она ее подобрала, съела и сдохла. Она из всех кошек была, отмена, самая мягкая шерсть у нее была. Как у колонка хвост. Мягкая, мягкая. И бы выше всех прыгала. Вот два качества за ней было. И была самая-самая трусливая из тех. Потому что бабка однажды, я до Яна в Потеряевке рассказываю, сегодня я видел такую картину. Внучка к бабушке подходит, а бабка как дала, так из нее кровь вот так прям по полу. И все, кто? Кто? А то ее кошка бабка была такая, муська. И она к ней котенок стала подходить, а так как лапой дала, и она с тех пор стала бояться. В связи с нее прямо кровь, как ручьем плеснула. Глубоко разодрала. И эта серка погибла. Кто-то о серке спрашивал меня тогда еще. Нина. Вот такое известие. Толкование на эти стихи. Дело служения всего говорит, то есть помощь именем, имением делает многое, ибо не только восполняет нужду братьев, но и избыточествует, то есть доставляет нужду братьев, то есть доставляет им более нужного. И много благодарений вызывает служение это, и свидетельство о служении человеколюбия. Они прославляют Бога за то, что вы так покорны Евангелию, что исполняете повеление Его с щедростью, ибо Евангелие учит милостырь. И иначе прославляют они Бога за простоту и доброту вашу, изливаемые не только к ним, но и ко всем верным бедным. Ибо они не завидуют, подобно другим нищим, но благодарят, что подаете и другим, что служит признаком великой добродетели их. Поэтому столь независтливым и столь добродетельным должно подавать с большой щедростью. Кроме того, еще молятся о вас, как бы удостоится видеть вас, не ради имений, но ради благодати Божией, с изобилием, данной вам. Опять дело милости не называет благодатью, приписывая все Богу, чтобы они не возгордились. Словами преизбычествующую благодать Божию побуждает их сделать щедрость свою более обильной, чтобы они превзошли и не победили их другие. Комментарий. Комментарий Игнатия Лапкина. Какие похвалы благовестию? Восклицательный знак. Какие похвалы благовестию? Чего лишилось православие, заменив благовестие благослужением на непонятном языке? Восклицательный знак. Все? Все? Что ж так мало-то, да? Коротко. Не ясно. Нет, последний стих. Пятнадцатый стих, последний. Благодарение Богу за незреченный дар Его. Еще и толкование на этот стих. Даром называет благо, бывающее от милостыни как подающим, так и принимающим, оказывается. Или напоминает о благах, которых мы удостоились через воплощение Христа, говоря как бы так. Не думайте, что вы делаете великое дело. Благо, полученные вами от Бога, неизреченные. Что же великого в том, что мы подаем малые и бренные? Вот теперь все. Еще, благодарю, благодарение Богу. Девятую главу закончили. Как-то ребятишек нет, ушли посмотреть. На улице. На улице. Ну позови, на молитву надо позови, чтобы у меня стояли слева-справа. Чем-чем-чем. Так, а ты так, смествами. Так, подожди, потихоньку шаги. Вот так. Молодец. Все, все, подойдут. Не забудьте всегда закрывать. Пока нет, кинь материю туда, быстрее. У нас девчонок, то есть будет, так 9 девчонок, а один парнишка. Как у Иванова? Не говори, подкачите они. Я был у Анны Кузьминейшиной, она сказала, как ребятишек звать. Помнишь, как сказала? Ты хоть-то. Иван, Иоанн, Захарий и Пантелеим. Ох, Захарий и Пантелеима. Ну, Иванов-то больше. Что они, они идут? Идут. Давай сюда. Последний поколений. Иди сюда, с левой стороны. Рядышком становись, помолимся. Господь вас благословит. О, там еще меньше, наверное. Ну, уж ладно. Боже, милости, будь мне грешного. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй нас. Отец Небесный, велика благодарность тебе за Дух Святой, которого послал ты. Ты сам сказал, он придет и обречит о грехе, о правде, о суде. Учина слышит голос Духа Святого. Поступать по воле Его. Быть истинными Твоими благовестниками. Рядыши этот вопрос, Господи. Должен ли я ехать? Благослови брата Сергеевича, и из него дай нам ответ. И подтверди его делом. Благослови, братья наших путешествующих, болящих. Укрепи там сеструнину. И даруй духовное рождение Духа Святого патриарху, епископам, священникам и простецам, прихожанам. И это место сохрани для словословия Твоего. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное пред престолом благодати Твоей. Боже Всемогущий, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Духом Твоим Святым, доведи нас за Царство Небесное и веди туда навеки вечные. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи Владыка, слушай и слышай, Тарапхой. Аминь. Аминь. Спасибо. Во славу Божию. Будем готовы. Спасибо. 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 Очки чьи. А это там футбол. Что это там началось? Вот все, нажми. И натипеть. Это готово. И ныли и паузу, дай их и все. Это я.